Значит, объявляю следующего спикера, спикеру номер 5, что важно. Денис Лягуша и тема 5 способов вывести выступление в 5 минут. Очень актуально. Черт, шокусировались, давайте сейчас, понимаю, сложно, душно, соберемся немножко. Так, Денис Лягуша меня звать, кто не помнит, кто не знает. Тему выбрал исключительно под аудиторию. Но веер тем большой, широкий, и то, что вам важно взять и рассказать про то, как успеть в 5 минут, буду рассказывать в 5 минут. Так, способов или техника, или методика, или инструментов будет всего 5, знаю гораздо больше. Поехали. Или не поехали. Ать! Маленький, давай, не подведи. Ну и че? Стрелочку вправо. Стрелочка вправо не сработала. Не встал. Так, способ первый. Собственно говоря, вы поразитесь, как много людей его игнорируют. Можно просто брать и репетировать. С секундомером. Прорепетировали раз, засекли время, много времени, репетируйте второй раз. И так столько операций, сколько понадобится. До тех пор, пока результата не достигнете, вы не готовы выступать. Как сегодня показывают сегодняшнее выступление, репетируют не все. То есть, а стоят. Идем дальше. Что это? Ну вот что это за позорище? Руджи. Так. Способ второй. Сколько тем или сколько основных проблем или сколько основных идей вы можете в своем выступлении 5 минутам внестить? Один. Ровно один. Если вы не можете выписать темы все такие милые, няшные, любимые. Берем одну из тем. Гладим по головке. Хэдшот. Все. Только так. Если вы этого не сделаете, ваша аудитория за вас это 100% не сделает. Ну вот, например, у Антона была магистральная тема, что он рубит в создании роликов. Ну как бы реально шарит. Вот, взял, одну оставил. И когда мы тему выбрали, нам естественно хочется ее как-то аргументировать. Подобрать к ней какие-то вещи, которые все будут к ней подводить. Так вот, как вы думаете, какое количество аргументов мы сможем оставить? Ну, 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 ваше вес. Сколько? Три. Замечательно. Три, два, четыре это если вот прям совсем много. С остальными по старой схеме. Погладили по головке. Тэф. А почему именно пять минут? Почему это вот такая цифра? Ну, потому что здесь как бы на куче речи выступают пять минут. Я могу как за 30 секунд рассказать. Вот, собственно говоря, про аргументы. Это у нас третий способ. Мы любим все, чем мы можем аргументировать. Но нахер, нахер, нахер. Все убиваем. Далее, заведите себе в аудитории человека, который вам будет помогать. Который будет за минуту до конца вам сигнализировать. Чувак, ты не укладываешься. Боргать, как-то играть, трубить. Это всегда, когда вас немножко мобилизирует под конец. Какой промежуток вам нужен, выбирайте сами. Это может быть полторы, две минуты, пять минут до конца выступления. В зависимости от продолжительности. И, собственно говоря, последнее. Старайтесь всегда убирать от максимального лимита. То есть, вот если вы с таймером засекли пять минут. Хват! Нет, нифига. Постарайтесь сделать, чтобы у вас был временной карман. Потому что, если у вас случились причинческие технины, например, вот как с этим замечательным девайсом. Либо тут какие-то ходят официанты, что-то шмонают, носят туда-сюда, отвлекают. Люди опоздали, еще что-то. У вас будет карман, который эту разницу нивелирует. Если у вас ничего не случилось и все в шоколаде, ну воспользуйтесь временем. Поблагодарите организаторов за то, что там организовали конференцию или мероприятие, на котором вы выступаете. Попиарьтесь немножко, себя порекламируйте. Скажите, что, вот, например, в рамках данного мероприятия нельзя себя рекламировать. Ну, я знаю, в Екатеринбурге есть люди, которые проводят консультации по публичным выступлениям, к ним можно обращаться. Если что, подскажу, контакты. Вот. И так далее. Соответственно, у меня, пожалуй, все. Все, не все. Давай. Давай, малыш. Пока. Да, у меня на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. И наверняка отвечу на вопрос, если так и вы у вас имеют. Кстати, сколько по времени осталось? С того времени, когда ли будет в руку 4. Ой, видите, у меня 8 секунд. Я еще могу тут как бы... Так, ну и все. Спасибо большое. Давайте, пожалуйста, у вас у кого есть. Ну, это как бы и тема, она именно под этот конкретный формат сегодняшнего мероприятия. На самом деле вопрос тайминга не только в публичных выступлениях, он и в бизнес-процессах порой очень остро стоит, когда люди зарубятся за что-то, что любят, в чем предпочитают находиться 24-7. Но когда сроки поджимают, время как бы не контролируется. Там очень много инструментария как в бизнес-процессах, так и в рамках публичных выступлений, как отслеживать свое время. Какие... Ну, во-первых, это инструменты, они все способствуют тому, что навык вырабатывается как постоянная компетенция. То есть ты... Чем больше ты ковыряешь киркой, тем лучше ты умеешь ковырять киркой. Вот, то есть чем больше ты выступаешь в ограниченных временных промежутках, тем со временем у тебя это лучше получается. Причем проблема в том, что когда люди, ну, как бы относятся к этому, да чего там, господи, добавят время, вы не представляете, какое они себе свинью подхватывают. То есть что в этот момент происходит? Люди не осознают, аудитория не осознает, но начинают как-то подсознательно раздражаться. Становится душно, кто-то хочет писать, кто-то хочет к никотину, кто куда. То есть они слушают, они сидят культурно, но где-то внутри они думают, твою мать, ты должен был закончить пять минут назад, давай, давай, маленький, быстрее, родимый. То есть они не слышат информацию, которую вы до них хотите днести. А вы, естественно, по краевому эффекту захотите какую-то сонную, сочную информацию днести в конце. А у них все, они уже как бы там изнутри разбираются. И помимо этого вы обозряете против себя, если идет какой-то конференц-формат, других спикеров, которым там нужно что-то уже готовить, слайды там, запускать стриптизер. Вообще я не знаю, что там там готовят. В общем, им нужно это время, а вы их у него как бы украинете. Вот. Вы живы? Вопросы есть по таймингу? Или по публичному? Супер читерские штуки? Супер читерские штуки есть. Экологичные для себя или экологичные для себя? Какой у тебя вывод для себя? Какой вывод для себя? Ну, есть супер читерские штуки, когда ты перекладываешь ответственность за деформацию тайминга. Ну вот, например, взял и добавил себе времени. Но не сам за это отвечаешь, а предоставляешь отвечать аудитории. То есть, ребята, у меня еще осталась очень сочная приколюха, но, к сожалению, время подходит к концу. И только если вы меня поддержите, мы как бы возьмем и стырим еще 15 минут у следующего спикера. Вот это как бы вообще трэш, потому что я здесь ни при чем. Ну, как бы я такой вести себя старался, бывший главный публик, а как решите, так и будет. Девочки, наверное, время есть. Точно так же можно перекладывать ответственность на организаторов, точно так же можно перекладывать ответственность на следующего спикера. То есть, представляете, смотри, вот выходишь ты после меня, я говорю, но вот, к сожалению, Антон уже готовится выступать, поэтому только если он не будет возражать, я вам выдумаю эту суперкрутую, дорогую приколюху. И все такие на Антона, Антон, твою мать, мне сейчас выступать перед ними, как я им сейчас откажу? Забирайте. Вот такой этот чит. А второй чит про экологичный для публики. Экологичный для публики. Ой, блин, все вам расскажи, да покажи, это все бесплатно. Короче, экологичный для публики момент это, когда ты публику готовишь к тому, что ребята, с таймингом сегодня, ну, это опять же, край стайминг. Да, нет, ребята, с таймингом готовимся к тому, что будет увеличиваться. Хотите, сделаем перерывчик перед выступлением? Вот, кстати, самый трешик выступать после выступления. Там народ только после перерыва, да. Я что-то вообще темпом насрал, какой-то себе. Нормально. Я же должен показывать, что я работаю в разных обстоятельствах, в том числе в таких, так что нормально. Челлендж. Соответственно, перерыв закончится, после этого, давайте продолжим. Вы можете, если видите, что аудитория расплескала, если не сидят, вас ни один тайминг не спасет. Вопросы будут пальцем в астрал, внимание будет расфокусировано. Вот, если хотите на экологии аудитории поработать, вы можете дать им немножко подрослабониться. А потом, после перерыва, вам их придется мобилизировать. Как мобилизировать, это отдельная тема. Вот самая элементарная, я показывал это сегодня. Не, это включайте, как с маленькими детками. Знаете, они там на пельмине носятся, там головой об стену бьются. Им как бы не до урока. И вот весь инструментарий, который пользует учитель, вы можете пользоваться. То есть, вплоть до того, что... Это смешно, но это серьезно фокусирует внимание. То есть, они такие, да, что-то как-то серьезный мужик в пиджаке начинает. Так себя вести, наверное, стоит обратить внимание. Хорошо, спасибо большое.